Это недопустимо британские активисты против помощи Украине 12 августа 2019 года газета Это недопустимо, британские активисты против помощи Украине Британские активисты выступили против помощи Украине Британские активисты устроили в Лондоне митинг, в ходе которого потребовали от правительства Великобритании прекратить оказывать военную помощь Украине Свою позицию они объяснили тем, что на Украине отсутствует демократия и свобода слова. Британцы считают, что прекращение помощи со стороны их государства поможет в скором времени устранить конфликт в Донбассе. Около 20 британских общественных активистов обратились к правительству Соединенного Королевства с требованием прекратить оказывать военную помощь Украине, чтобы как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Митинг в поддержку этой позиции прошел в субботу в Лондоне напротив резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Помимо того, протестующие потребовали тщательно расследовать поджог радикальными националистами Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году и призвали Киев выполнять Минские соглашения. Участники акции распространяли листовки с информацией о том, что сейчас происходит на Украине. Они называли недопустимым то, что украинская власть сотрудничает с представителями ультраправых националистических организаций. К тому же митингующие обращали внимание на проблему дискриминации русскоязычного населения и текущей состоянии гражданского конфликта на востоке страны. Мы находимся здесь, напротив Даунинг-стрит, потому что британское правительство предоставляет военную помощь Украине, направляя туда инструкторов для обучения военнослужащих украинской армии. Это недопустимо, поскольку в 2014 году десятки радикалов из добровольческих батальонов были интегрированы в украинскую армию и направлены на передовую в Донбасс. Мы были союзниками во Второй мировой войне против нацистской Германии. И мы не считаем, что Великобритания должна помогать государству, где отсутствует демократия, где запрещают политические партии и их символы, закрывают газеты, радиостанции и телеканалы, объяснил корреспондент УТАСС член Центрального комитета новой коммунистической партии Великобритании Тиарасел. Уроженка Донбасса Татьяна Фомина покинула свою родину в 16 лет и уже десятилетия проживает в Великобритании. Она пришла на митинг, потому что сопереживает своим родственникам. Первые снаряды, которые были выпущены по Донецку, упали на улицы Розы-Люксембург, неподалеку от двора, в котором я выросла. «Я была шокирована, поскольку мы выросли под знаменем победы в Великой Отечественной войне и никто не ожидал, что с этим может столкнуться наше поколение», — сказала она. Великобритания принимает живое участие в судьбе Украины, а в ноябре прошлого года даже заявила, что усилит свое военное присутствие в стране. Такое обещание дал британский министр обороны Гвин Уильямсон по итогам встречи со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Он заверил, что в 2019 году в Черное море войдет корабль гидрографической разведки королевских ВМС Великобритании «ЭКО» с 72-х членами экипажа на борту. В пресс-службе правительства Великобритании пояснили, что цель его миссии — обеспечение свободы мореплавания. Это обещание британская сторона выполнила, причем два раза. Первый раз зашел в порт Одесса в декабре, а во второй — в мае. Минобороны Соединенного Королевства еще в ноябре прошлого года отмечало, что с 2015 года подготовкой украинских военнослужащих занимаются 100 британских инструкторов. В январе и феврале в следующего, 2019, года на Украину направят учебные группы, состоящие из военнослужащих королевских ВМС и морской пехоты, а также сухопутных войск. Это будет сделано в качестве дальнейшего шага в рамках британской операции по военной подготовке, анонсированный Говином и Эльямсоном в ходе его сентябрьского визита в страну, подчеркнули в сообщении на сайте правительства Великобритании. В украинском Минобороны сообщили, что во время встречи главвоенных ведомств обеих стран договорились углубить военно-техническое сотрудничество и уделить особое внимание развитию украинских ВМС и ВВС. Российское посольство в Соединенном Королевстве раскритиковало решение официального Лондона усилит свое военное присутствие на территории Украины. Дипломаты из России выразили мнение, что этот шаг противоречит духу Минских соглашений и не способствует разрешению вооруженного конфликта на востоке страны. Данное решение идет вразрез с императивом урегулирования украинского конфликта политико-дипломатическим путем на основе Минских соглашений, чему на словах привержен официальный Лондон, обратили внимание в официальном комментарии посольства РФ. В свою очередь британская Миноборона объяснила наращивание военной помощи Украине необходимостью поддержки свободы и демократии, а также борьбы с враждебными действиями Кремля. Украина, оставаясь под угрозой военных действий со стороны России, всегда найдет надежного партнера в лице Соединенного Королевства, заверил Уильямсон. Хотя Россия уже заявляла об отсутствии угрозы для Украины. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью КП.РУ указывал, что Москва не строит планов устраивать войну против украинских соседей. Кристина Сизова Право на данный материал принадлежат газетам РУ Материал размещен правообладателем в открытом доступе.